на канал из гет поступил такой вопрос духовный либо нет шизофрения ну начнем с того что шизофрения переводе на русский язык означает расщепление личности шиза расщепление френ душа расщепление личности когда у человека происходит такой разлад мысли в одну сторону эмоции в другую сторону более как правило либо ослабляется либо задействована не так не в том направлении в котором мы должны быть задействованы человек как будто бы теряет ориентировку в жизни пространстве и соответственно мысли теряют свою логическую цепочку логическую становится расстроенными и не связанными зачастую эмоции могут быть неадекватными вычурными несоответственными тому или иному событию воли чек уже не поддерживают жизни наоборот отвращают от жизни или расслабляет и когда чек долго болеет шизофрении он конечно инвалидизируется он выпадает из социума дезадаптируется их жизни но помимо этих душевных этих волевых расстройств эмоциональных мыслительных происходит еще некая продуктивная симптоматика говорят психиатры когда человек прослушать голоса когда он чувствует что кто-то управляет когда ему кажется кто-то преследует тот у него воздействует и здесь как ни странно несмотря на то что они приводят к логичности к расстроенности всех чувств мыслей воли здесь есть некая фабула некая структура некая некий такой злой умысел который человек ведет козлу голоса приказывают например совершить какую-то агрессию или кого-то оскорбить или голоса могут заставить там скажем чека расстроиться так что ему покажется что ему не смысл жить страхи могут довести человека до самоубийства примеру и так далее то есть есть некая сила которая овладевает человеком которые пытаются разрушить человека окончательно довести его зачастую до саморазрушения достаточно часто можете до самоубийства поэтому шефрения это болезнь и душевной духовной конечно и человеку который болеет шефренией требуется лечение лечения медицинская потому что человек же не только душа человек это еще и тело тело и душа и опосредованно через тело идет ли они на душу и безусловно когда человек становится уже как-то более-менее спокойным способны воспринимать духовные вещи тогда чек безусловно нуждается в духовной реабилитации духовном лечении которые которые есть покаяние участие царевских церковных ну и в целом богообщение конечно смирение доброделание любовь и так далее все это доступно для человека который будет шефренией поэтому как и многие болезни каждая болезнь имеет себе какой-то душевный телесный и духовный радикал но шефренией она вот особенно касается души человека непосредственно и каждый больной шефренией нуждается духовной помощи и это всегда можно сделать тогда когда человек способен эту помощь воспринимать поэтому требуется прежде всего помощь медицинская своевременная если не оказать медицинскую помощь вовремя то шефренией подобно некому пожару который может сжигать психику который может разрушает человека все больше и больше и больше если в уровень не остановить но а при остановке болезненного процесса уже можно повлиять на человека духовно приводите к духовной жизни и тогда возможно ремиссия бывают случаи когда чек просто выздоравливает потому что на все воле божия господь попустил болезнь господь и остановит ее и даст здравие и телу и душе интересен опыт служение психиатрической больницы течение многих лет я достаточно регулярно было психиатрической больницы и и вместе с милосердием мы там совершали молебны о здравии болящих вот интересно как молебны действует на больных мы приходили например мужское отделение очень трудно людей собрать люди вообще в целом больные не собраны кто-то находится под действием лекарств кто-то под действием своих переживаний под влиянием каких-то страхов ходят по коридору кто-то лежит в палате кто-то сам собой разговаривает кто-то что-то читает может быть и так далее здесь призывают к молитве но собирается два-три человека из пятидесяти никого больше думаешь но наверное это никому не нужно то есть и бесполезно начинается молебен и друг удивительное дело как будто все затихает и люди постепенно собираются кто откуда из разных комнаток из палат из коридора и вот уже наступает некая общность гадать боже всех собирает и как и объединяет людей совершенно разобщенных они внутри себя разобщены и снаружи запущены тоже конечно они потеряны как будто бы только они все собираются и вот уже вокруг тебя как маленький приход и вот уже чек 30 а то и больше люди молятся и те кто сам собой разговаривал молчат молится тоже крестится и те кто был заторможен и погружен себя смотришь и лицо как-то разгладилась и глаза стали более живые и служит проповедь и молиться легко легко потому что господь близок особенно к таким людям которые больше страдают душевные больные страдают тяжело потому что если люди соматическими заболеваниями скажем они вызывают сочувствие сострадание то душевные больные они как правило трудны для родственников для близких друзей и часто с ними лишний раз не хотят вступать в общение и они чувствуют себя брошенными единокими никого не нужными и особенно тепло открыто всегда реагирует на правление внимания к ним а здесь не просто внимание здесь действие божьей благодати божья благодать ощутимо ощутимо заметно действует на болящих видно как они успокаиваются и дектора говорят как что проходит еще несколько дней вот этот мир покой после молебны он остается он как будто бы держится в отделении вот это божье благословение которое они получают на время молитвы слушай пробовать священника продолжает влиять на них поэтому конечно можно говорить что душевные заболевания любое в том числе и шизофрения является и душевным и духовным и такие больные нуждаются в духовном лечении внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok